Так, ну, надеюсь, это поможет. Даже под присмотром это успел убежать, но здесь его нету. Как он тут мог вылезть? Через вот эту, наверное. Смотрите, кто говорит. Так, сейчас посмотрю, как он собирается. Как он вылазит. Говорить ему бесполезно. Сейчас посмотрим. Давай-давай ко мне быстренько. Ну, и что? И куда? На, вот так вот, да? И довольный есть. Ну, вот как-то так, ребята. Как многие уже знают, я поставила новый забор. И сделала я это по причине того, что моя маленькая собачка постоянно убегает. Это полное видео, в котором я постараюсь показать все процессы. Вплоть до того, вот как я общалась. Нашла я данного производителя на Авито. И в процессе переписки узнала, что это забор-новинка, который я буду рада поделиться с вами. Постараюсь вам рассказать о всех плюсах данного забора. Это нереально классно, круто. И вы точно про это не знаете. Забор я выбрала зеленый, хотя я долго колебалась, брать зеленый или коричневый. В результате мы нашли очень интересное решение. В конце ролика вы поймете, о чем я говорю. Так, получается, я вроде как померила. Приблизительно 14 метров. Плюс-минус там, наверное, чуть-чуть. Что вы лучше посоветуете? Как будет интереснее смотреться? Зеленый с зеленым прозрачным, чтобы воздушным было, или зеленый с коричневым, чтобы было уединение. Такой хоп, отрезали, и все. И ничего, никаких соседей там ничего не видно. Если с коричневым, то я, конечно, могу все эти трубы пройтись и покрасить коричневым. Или в цвет зеленого, как забор, чтобы оно было прям гармонично такое прям. Еще лучше взять эти трубы железные и также покрасить все трубы. И все, и будет красиво. Только вот в зеленый, либо в коричневый. Это вот вопрос. В какой же лучше покрасить все эти трубы? Вот трубы, вот трубы. Может быть в коричневый, в коричневый, в бель коричневый. Вот, зелень, она, в принципе, сама скоро появится. Либо зелень. Я не знаю, как же это сложно выбрать. Еще вот, смотрите, у меня здесь есть такой вот кусочек. Я бы хотела, чтобы его тоже заделали, чтобы оно как-то гармонично было. А то будет выглядеть, как будто бы везде все сделала. Сейчас подальше отойду. Будет выглядеть, что там забор поставила. А здесь вот прям маленький кусочек. Я думаю, все вы сможете... О, моя собака вылезла все-таки опять. Где был? Ай, ты принес маленькая. Все, это он для вас векает пробит. Дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар. Вот так вот мы вас повеселеед. это мой забор смотрите как мало надо чтобы его привести просто небольшая машинка мне доверили важное дело мы выгрузили все эти талии и мастер еще раз перемирил мой забор и выяснилось что у меня 14 метров по 12 ничего так ошиблась на 2 метра детали от моего будущего забора стоят на кухне вот здесь и вот здесь смотрите что я увидела и вы только посмотрите посмотрите как мило обалдеть вот здесь про не видно нет вот свечи смотрите и сделано для него к дом и даже моя аватарка теперешние оболнеет просто я в шоке я не знаю ты так мило это представьте какой подход к клиенту что даже вот даже так сегодня мне надо привести все в порядок задача покрасить столбы обрезать столбы будет засыпать тут я на что человек не упал когда будет делать забор хочу подготовить территорию так чтобы когда послезавтра ко мне приедут ставить забор человеку ничего не мешало сделать мне красивый забор максимально быстро максимально красиво ну и здесь принципе надо надо привести порядок пока что здесь ужас у меня два дня сегодня завтра на этом . ты пришел мне помогать помогать пришел или ты понимаешь что все туда больше не побегаешь первым делом я начал обрезать ветки это сливы стоят они очень ветвистые и мешали бы нам потом я обрезала ветки с дерева который стоит на соседском участке но она заброшенная очень плохое дерево его ветки на мой участок лезут но при этом там очень сухие много просто плохих веток сухих которые и дерево видно что нездоровые либо очень уже старые короче связалась с человеком который будет забор ставить чтобы я не переживала не справилась и ничего страшного чтобы я эту бумажку на брод как спила так чтобы он отпилил а покрасить все остальное короче теперь моя задача наоборот бумажку вот сейчас сделала так что к извиницу от а сейчас ли надо будет ее на верх и вот это покрасить а вот метки чтобы оставались сейчас все наоборот тело как мы уже поняли с одной задачей не справилась не смогла отпилить столбы ровно а вот со всем остальным дело пошло уже значительно легче я стал бы снасищала прошлифовала наждачной бумагой потом обработала жидкостью от ржавчины после чего покрасила покрасила эти столбы на которых будет забор и все столбы на участке решила также покрасить зеленые чтобы они гармонично смотрелись как вы видите это было правильное решение сразу вид изменился вышли с паечкой на работу можно сказать паечка метить а я готовится так музычку сейчас подключу перчаточки масочку на ручке по перчаточку потому что кожа вообще уже все уставшие требует ухода штатив рабочий и сейчас мне нужно еще один то вот тут посмотрите куда пошел от смотрите что значит забора нет байка а ну-ка сюда вот вот так вот я собаку свою будешь потерять туда нельзя все пока забора не будет это маленькая заразка меня замучает убегать короче смотрите это мне надо как-то все убрать как-то все привести чтобы человек не задерживался быстро все сделал столбы покрашены вот вроде как все столбы хорошо покрашены все хорошо так 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 в итоге эту кучу я растянула вот здесь постараюсь постаралась выровнять между вот они как-то вроде бы но будем тут ходить утрамбовывать вот я думаю что ну твердо вот нормально все хорошо вроде затоптала затаскала, полки здесь переломанные, вот там не хватило сил, боюсь, что здесь вот у меня... А, уже... Это я ломала и руками, и так, и так. Всё покрашено, всё сделано. Ху! Да, наверное, забор закроем. Ну что, 10-30 начинаем ставить забор. Работа наша под угрозой. Пошёл дождь. Сильный. Слушайте, какой кайф, когда кто-то работает на твоём участке. Иду подгонять, чтобы не расслаблялись. И, наконец, в темпе вальса мы в четыре руки принялись к установке моего будущего забора. Как вы видите, я везде старалась помочь, чтобы было быстрее. О, прикольно, идеально! Классно похоже, да? Идеально похоже. У нас, значит, у нас у нас в отличие, с учетом. Так. А не надо сначала Сверлить? Нет, не обувь Это бы взорвалось или не показалось? Ну просто сильнее давить Это когда металл пробился, да, видимо? Давай сильнее давить Еще сильнее Еще Не могу Не, ну там чуть-чуть уже это есть Упор Стол повалю нафиг Есть, есть Я типа Шабашник, а не как называют этих, которые помогают Ну шабашка, да? Да, шабашка Так, мне надо зеленая эта штука А, ну, угу Главное не покосячить правильно по двери А то, как бы, вообще, не покосячить тоже тут Уху 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 Уфу Уфу Уфа Уфа Уфу Уфа Я тоже на эти саморезы дам? Посмотрим, да. А как попасть? А как попасть? Я так вкладываю вот оно, типа, здесь. Не-не-не, а то не будем использовать. Смотри, здесь вот ветка. И вот здесь еще. Сначала это закручиваем. Вроде бы хватает. Давай закручиваем, да. Мне кажется держать, а то у меня сейчас улетит что-ли. Ну что, на хвост походит? Правильно же? Не знаю. Давай другой. А вот лежит. А вот, да. Куда вы кладете здесь? А кстати, знаешь может быть что? Да. Тоже нюанс, короче, смотри. А, нет. Здесь иногда идет сварочный шов. И когда попадаешь в этот шов, у тебя срез тут. Ну, у нас тут здесь. Так что вот здесь. Там в другом дело. Чуть-чуть не хватит. Просто я... Не, на самом деле предлагаю так оставить. Мне уже нравится. Уже классно. Короче, можно так оставить, только пальчик раскормить, чтобы он не мог вылазить. Красиво смотрится с этой пленочкой, что он беленький. Да, некоторые думали, что вот эта пленочка, ну и есть вот эти панельки. Но там другая пленка была, да? С цветочками. Ааа, с цветочками. Ну, она обычная, тепличная. А некоторые не кричали, что ааа, зачем мне цветочки не заказывали? Не было такого? Нет, еще не было. Ну, мы перестали такие шовы. Ну, а прикольно так. Это я только когда испытания проводила. Интересно, это желтые пятна, это... Это просто грязь. Вот почему пленку потом снимаем, потому что все-таки идет какой-то монтажный процесс. И можно испачкать все. Ну, если это быстро прям. Ну, вот, да. Это вообще быстро. Идешь, постепенно делаешь. Здесь очень сильно зависит от вот этого момента. У тебя ладо по уровню, просто идешь постепенно. На какие ниточки не нужны? А, периодически проверяешь. Смотри, реально. Делаешь? Да. Делаешь? Да, да, делаешь. Ну, вот, штучек здесь и делаешь, проверяешь. Угу. Такое-то интересное приспособление, чтобы каждый не мерится. Сейчас вот, ремонтируем. Без, да? Да, без. Так. А там, потому что вот здесь еще есть вот это. И оно не... А, все, понятно. Вот оно не дает... Ты знаешь, как смотришь, кажется, что она возьмет и так, хоп, соединиться. И потом не влезет штокетница. Штокетница называется, да? А, вот эта? Нет, да, прозрачная, да. А, светопреломляющая панель я называю. А, светопреломляющая панель, блин. Как просто все. Ну, либо декоративная панель, либо полимерная панель. Декор панель. Декор панель. На самом деле я уже посмотрела, и я могу вам просто конкуренцию сейчас устроить. Вот просто... Как? Да вот это легко ставится. Так... Давай я дай. Окей, давай я. Давай. Вообще без проблем. О, я пусть я ее не беру. Так, сначала берем, приставили. Пока что просто вот так. Вообще без проблем нажимается, без поры нажимается, еще и все прекрасно. Так. Болтик все не научилось крутить, беру вот эту штучку, Ну вот, да? Угу. Так. Да, потом, когда пустырь, просто немножко подерживай. Подержи. И бери ниже сварочную. Угу. Ниже, да. Ещё нибудь? Давай. Ещё. Вообще, давай выставим усилие. Вот так вот. Угу. Нам дурьба. Ещё раз. Так. Нет, ещё держи. Угу. 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 Ну что, класс. Ну и что? Прорабовую можно смещать. Не, ну если с этим может девушка справиться, то, по-моему, это слишком просто. Так всё продумать каждую мелочь, что это как пипец. А как же сложности вот эти вот замудрённости? Так я это всё сделаю. Да. Уже всё сложности. Да, должно быть сложно. Обычно же делают так, чтобы просто каждый такой, это невозможно, мне надо нанимать мастера. А тут вот я просто на три раза посмотрела, а на четвёртую уже стояла. Так, дай мне ещё одну. Ничего страшного ещё хочу. А сможешь? Смогу. Нет, смонтировать с панелькой. Сразу. Нет. Как он смешит? Ну, не... Вот эти, вместе с панелькой. А сейчас я туда доставляю? Ну, вот сейчас будешь уже с панелькой сставлять. Да. Ну, не до конца. Я помню. Да. Всё, понял. Так. Короче, если бы я любила подсматривать за соседями, то можно было бы оставить без панелька. Но так как я, конечно, своих соседей люблю, но не настолько. И я, по-моему, спрячу. А вот какой из этих сторон надо выбирать? Без разницы? Без разницы. Но лучше... Нет, подожди. Почему без разницы? Мы снимаем плёнку. Для чего мы снимаем плёнку с той стороны? Потому что с той стороны... Нам не подлезет. Да, не подлезет. А вот здесь какой? Без разницы, да? А, здесь вверх-вниз. Да, без разницы. Там только дерево очень удачно. Дерево, конечно. Не мешаю. Вуаля. Следующая. Очень крепкая. Очень крепкая. И при этом удобно, не тяжело их. Вот как я. Я думала, сейчас буду разжимать такая со всей дури. Но чик легко всё. Так. Следующая. Всё, ты будешь как бы пойти покурить. Я смотрю, я сама могу уже. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Главное не спутать. Наклейкой вперёд. Ха-ха-ха. Ты сказал бы курить. Я не курю сейчас. Ха-ха. А вот зря. Сказал бы, да-да, я курю. Добавляй. Вот. Пауза. Звучу. Пауза. Звучу. Пауза. Пауза. подожди если ты одна делаешь а сразу а я думаю ну типа сделать они одновременно чтобы удобнее было да надо конечно много нового для меня поэтому я так так но все теперь это там напарник подать подожди тебе так удобно помнишь в одной руке держать землю я помню беру плюс минус миллиметр роли не сыграет у нас еще смотри тебе наоборот может удобно что ты этой рукой еще держишься просто мужчина скорее сделать быстрее именно из-за того что у него больше сил продавить а девушка чуть-чуть медленнее из-за того что чуть-чуть вот надо силы больше а если ее нету то туда сладко так ну что мы следующее делаю без подсказок так я беру декоративную панельку прям ничего не подсказывайте если я что то не так делаю то делайте так хорошо я находила вот так вот да да что уже все я настроил что-то уже неправильно делаю так снимаю пленку та которая прозрачная цветная остается у меня на лусь пока что беру как правильно называется штакетина штакетина вставляю вставляю до конца вставила одной рукой держу подношу штакетнице о да 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 я почувствовала как она стала все классно берем супер инструмент ну да это легче чем ниточку какую-то натягивать так перестарал все так и и кручу так придерживаться крутить к и да и на и 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 смотри чуть повыше лучше потому что зажать и уже начинается примерно вот это вот это не будет вылетать здесь потому что на сужена здесь концу да потому что каждая штакетина имеет расширение это это ну а здесь получать сужение здесь она по всей длине ходит свободно а здесь ее зажимать для того чтобы пластик свободно расширялся у них разных центов расширения и это ветром или даже пальцем теперь ты все вроде все тонкости ну да если что-то не сделаю то можно будет там бить если что-то не так что делать бить от начала и до конца надеюсь я все запомнила снимаю прозрачную пленочку беру стопетницу легким движением среди че легко да вообще как идти на месте так идеально можете проверить вот жалко что предыдущий кадр не записался я и так всем расскажу что мне не доверяли перепроверяли так развелось то шуруповерт че слишком быстро закрутила он же ударный ты знаешь в чем дело ну когда ударный у тебя идёт вибрация и видишь чуть-чуть зло блин шкатит она пока вибрирует так где я нормально уже ну смотри поэтому вибрационная заходит уйда миллиметр ну ладно все равно я заметил либо ты должна была короче ударный либо ты должна была чуть-чуть придерживать ну может вот таким мне кажется ну ладно ну тут вообще надо было сказать классно круто молодец давай еще раз давай еще раз я поняла это для того чтобы я весь забор сделала сама я поняла ребята вы понимаете да какой у меня хитрый мастер я сейчас тут сама забор сделаю он просто не в курсе такая очень простая работа я его вообще хлеба лишу скоро он просто не знает что я мастер на все руки быстро всему учусь я с вами зубором вы много работаете а? вы много работаете активнее активнее работаем нет это правда ну это настолько просто что я не понимаю что вообще ну тут нечего делать берем соединили просто не заболтаться не перепутать чтоб потом с другой стороны вот пленку эту не снимать ну просто заболтаться можно нечаянно не снять ну другой стороной повернуть ее снять можно потом но это будет уже не так просто ну да понятно а ну либо тоннельку можно просто снимать полностью ну да я прям нажимаю так проще так фокс шуруповер другой берем два булочка так постараюсь держать ну я в восторге очень просто почему я снимаю всегда прозрачную белую уже удобнее снять ну потому что прозрачную ты можешь не заметить и потом ее вообще не снять и будет сложно солнце ее расплавит ну не расплавит она приклеит ну короче она ее разрушает постепенно она не имеет никаких защиток фиолетов а так она получается двухсторонняя защита от фиолетов а у самой панели да двухсторонняя защита располагать в солнце можно короче получается мы любой стороной но мы обрываем в прозрачную потому что мы можем нечаянно потому что ее не заметно да белую мы по-любому видим что понятно а я все думаю так и не страшно было бы если бы я перепутала ну не страшно ну красивее ну да можно об этом пропустить ну ладно понятно пошел не расслабляйтесь давайте в моем темпе как я белый боток подавать ага спасибо если все подавать да если все подавать так это у меня есть еще а это же так потом фирма Ви никак не вяжет в помощь на воду так вниз руки была прошу ой смотри я ее неправильно представил ну мы ее просто снимать будем в следующий раз а что там неправильно поставили сейчас покажи ну я ее неправильно поставил пленку потом мы не снимем то есть мы ее переворачиваем вообще-то это я подавала а точно да ты за что честным быть ну что это был косяк я забыла уже за это время так так справилась молодец хахаха двойку исправили на тройку тройку его так мама я хочу у нас вообще белорусная десятибальная система и так и так плохо Пускай шум будет У нас еще дождик подгоняется А пленку не снимаем, оставляем ее с двух сторон Просто нам нужно сделать хуже Такая направляющая Так вот Аккуратно нужно делать Обалдеть Это тоже самодельное что-то? Конечно Я раньше вручную нарезал А без этого можно срезать Ты вообще ровно не отрежешь А это просто кусочек металла и прорезанная штучка? Да, и прорезанная отверстия Прикольно А я тоже хочу Я тоже? Конечно Я вот так делаю Так можете на спечке идти? Да 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 Просто штыки И крюки без полика Какого-то А вот еще можно такой вариант с проветриванием сделать по одной Убрать Одну полосочку Поликарбонат Убрать И получается новый дизайн забора Это тоже Под настроение можно каждый день менять Хочешь так, хочешь так Друзья Обратите внимание, что мой забор Меняет цвет в зависимости от того, как светит солнце